Разработчик игр Skyrim и Fallout Bethesda представил подробный обзор своей новой игры научно-фантастического космического симулятора Starfield продолжительностью 45 минут во время презентации Xbox Games Showcase. На мероприятии под названием Starfield Direct Bethesda продемонстрировала исследование, боевую систему, настройка кораблей и по какой-то причине гору украденных бутербродов. Фактически презентация была настолько насыщена деталями и настолько плотно заполнена геймплеем и сэндвичами, что вы могли упустить некоторые важные элементы, пока вы восхищались кастомным кораблем в форме гигантского робота. Давайте взглянем на 13 самых классных деталей, которые вы могли пропустить во время показа геймплея. А чтобы не упустить возможность покупки игры Starfield, переходите в наш магазин Tap & Play и предзаказывай Starfield уже сейчас. Ссылка на магазин в описании. Первая деталь, скорее всего, будет являться предположением и некой пасхалкой в мире Starfield. Предположение заключается в том, что Земля стала непригодной для жизни к моменту, когда происходят события Starfield, а именно 2330 год. Bethesda подтвердила, что вы отправитесь в нашу собственную солнечную систему на раннем этапе игры, чтобы узнать, что произошло на родной планете человечества. Фактически в презентации мы видели части солнечной системы, включая спутник Земли-Луну и ближайшие планеты, такие как Марс. Но как выглядит сама Земля? Появление общества тиранского сохранения, это дословный перевод на русский, предполагает какую-то попытку сохранения флоры и фауны Земли после того, как природа подверглась экологической катастрофе. На этом кадре, где планеты обращаются вокруг Солнца, которые в игре носят название Душа Земли, показывают Землю как пустынный мир, выглядящий бесплодным, вместо того привычного нам сине-зеленого шара. Кроме того, этот массивный памятник очень похож на ворота Святого Луиса, но стоящий не в оживленном городе Сент-Луис, а в песчаной пустоши. Смогли ли выжить ворота Святого Луиса высотой 600 футов после апокалипсиса, или древняя внеземная раса построила идентичную арку на далекой планете? Об этом мы узнаем только поиграв в Старфилд в сентябре, но в комментариях поделитесь мнением, будут ли наждать огромное количество пасхалок, как это было с Atomic Heart. Большая часть демонстрации Старфилд была посвящена настройке кораблей, показывая, как вы сможете соединять модульные части корабля, чтобы создавать собственные уникальные космические корабли, и даже собрать свой настоящий космический флот, по крайней мере состоящий из 9 кораблей, судя по интерфейсу игры. Вы сможете пополнять свою коллекцию кораблей, покупая новые, или захватывая и крадя корабли других людей в пиратском стиле, взяв их на космический абордаж. И несмотря на то, что вы сможете владеть целым флотом кораблей, вы сможете выбрать свой любимый корабль в качестве основного, чтобы он был вашим основным кораблем для путешествия по галактике. С учетом реалистичного эстетического подхода к космическим технологиям в стиле НАСА, который Bethesda продолжает описывать как НАСА Панк, опции космической брони в Старфилд скорее напоминают умный космический костюм в стиле НАСА, ставший немного менее громоздким благодаря нескольким векам прогресса. Вы выбираете костюм, выбираете шлем и готово. Это ваш образ для исследования странных новых миров. Однако, если вам не нравится классический костюм астронавта, не беспокойтесь, потому что внимательные фанаты Старфилд заметили опцию скрыть свой космический костюм, когда вы заходите в поселение. Это означает, что вы сможете снять свои костюмы и позволить всем в этом созвездии увидеть, что вы носите под ним. Во время презентации, где сотрудники Bethesda говорили о создании игрового персонажа, мы получили краткий обзор некоторых навыков в игре, одним из которых был навык коммерция. Судя по всему в Старфилд, вы сможете открыть собственный бизнес, возможно продавая ресурсы оптом, транспортируя грузы или даже ведя другие виды бизнеса, о которых мы еще не знаем. Независимо от деталей, кажется, что если вы хотите заработать серьезные деньги в Старфилд, бизнес может быть хорошим вариантом. Bethesda предоставила информацию о таких вещах, как характер монстра, получаемый лут и биомы, в которых они и обитают. Например, этот пожиратель. Он населяет 5 различных биомов. Горы, болота, замерзшие равнина, хвойный лес и саванна. А следовательно, вывод из этого такой. Одна планета Старфилд может содержать несколько биомов, вместо того, чтобы весь мир был одинаковой пустыней или лесом. Возможно, определенный вид можно будет обнаружить на нескольких планетах с одним биомом, но это маловероятно, если только Bethesda не захочет заявить, что монстры развились одновременно на двух разных планетах. Одна из побочных задач, рассказанная во время раздела о космическом полете, показала, как игрок вступает в контакт с группой выживших людей, которые выращивают собственные культуры в космосе. Внимательные фанаты Bethesda заметили, что одно из растений на картинке очень похоже на Кори Нирна, известное магическое растение из The Elder Scrolls, которое издает раздражающий звук. Получается, что раздражающие миссии по сбору этих растений нас могут ожидать и в Старфилде. На этом кадре персонаж сидит за штурвалом собственного космического корабля. Это может показаться странной деталью для отметки уникальности, но мы знаем, что в Старфилде будет возможность играть от первого лица, а во время полета очень хорошо видно и руку, и плечо нашего персонажа, и по логике должны быть ноги у нашего персонажа. Как только вы настроили своего персонажа и выбрали его происхождение с трех навыков, вы сможете настроить его характеристики с помощью трех дополнительных черт. Среди них есть черта под названием Богопочитание, которая, если выбрана, означает, что ваши космические подвиги привлекли внимание поклонника, который будет случайно появляться и болтать с вами не переставая. И вот, он уже идет восхищаться вами, какой вы особенный. Возможно, вы подумали, что это что-то новенькое, но только если вы не играли в старую добрую Обливиан от Bethesda, когда вы становились великим чемпионом арены и приобретали похожего поклонника, который обожал вас. Этот поклонник приклеивается к вам и становится по-настоящему плохим спутником, который бежит и прячется при первом намеке на бой. Обливиан – игра, которая вышла 17 лет назад, и не все сразу заметят эту пасхалку. С другой стороны, он, кажется, присоединится к экипажу вашего корабля, и будет дарить вам подарки. В Обливиан, если вы убили поклонника, он возрождался через 3 дня. Будет ли это так в Старфилд – скоро узнаем. Еще одна деталь, замеченная фанатами – когда ваш корабль сканирует планету, текст на экране указывает, что у игрока в данный момент нет контрабанды на корабле. Это, конечно же, означает, что вы также можете иметь контрабанду на корабле, что, по нашему мнению, говорит о том, что в игре будет незаконный груз, и шанс заработать дополнительные деньги, перевозя запрещенку во время своих путешествий, предполагая, что разные грузы будут незаконными в разных звездных системах, и люди будут платить много денег за вещи, которые трудно доставить. На презентации Bethesda обратила внимание на то, что ваш робот-слуга может называть вас выбранным именем, как это было в Fallout 4. Он сказал это так небрежно, что вы могли и не заметить. В любом случае, это функция, которую мы любили тогда, и мы полюбим ее сейчас. Можно предположить, что в то время, как возможности Котсворта были ограничены набором предзаписанных имен, Васка может произносить любое имя, которым вы решите назвать себя. Васка может использовать генерацию звука в стиле «Текст в речь», позволяя ему говорить все, что угодно. Сэмка – ковбой из города Акила-Сити, на которого особое внимание уделила Bethesda в своей презентации. Сэм стоит рядом с памятником в Акила-Сити, в то время как Bethesda упоминает уникальные квестовые линии компаньонов. Может ли Сэмка быть связан с одним из основателей Акила-Сити? Может ли свежие цветы рядом с памятником указывать на недавнюю смерть? И может ли все это относиться к уникальной квестовой линии Сэма? Пишите свои предположения в комментариях. Bethesda реализовала систему убеждения. В предыдущих играх Bethesda, таких как Skyrim и Fallout 3, это было примерно так же просто, если ваши риторические способности были прокачаны на максимум, или если у вас была особенная способность, которая давала вам дополнительные варианты разговора. У вас обычно были хорошие шансы на успех в убеждении. Однако при разработке Starfield ввели небольшую мини-игру, которая добавляет сложности в построении разговоров. У вас будет определенное количество ходов, за которые вам необходимо достигнуть определенного уровня. Такая система встречается и в игре Oblivion из серии Elder Scrolls, в которой вы пытались найти подход для каждого отдельного NPC, сравнивая выражение лиц. Какие же перспективы у Starfield в будущем? До презентации Bethesda очень коротко представила первое сюжетное дополнение к игре. Дополнение называется Shattered Space и идет в комплекте с Premium Edition. И это все, что мы можем знать, кроме того, что Тодд Говард обещал много сюжетного DLC в Starfield. Однако узнать о чем это первое дополнение, где оно будет происходить, на данный момент сейчас узнать нельзя. Но если Starfield действительно заставляет вас отслеживать расу древних пришельцев, через их космическую магию артефакты, кто знает, может быть сюжетная линия DLC начнется именно там, где заканчивается вся эта история. А купить игру Starfield уже сейчас можно в нашем магазине Tap&Play. Всем спасибо за просмотр и желаю всем удачи!